Седьмой день, часть вторая. Сейчас мы посмотрим как выражать будущее из прошлых ситуаций. Это очень легко. Вы знаете, что наш главный герой, кто бы он ни был, всегда может запустить свое действие в будущее с помощью well. Это не значит, что кто-то там говорит, что в американском английском shall не употребляется и так далее. Я вам потом расскажу про shall, мы чуть позже узнаем как это делать. Но сейчас нас интересует well. Well это в английском воля. Это обещание что-то сделать как бы. Я сделаю. I will do. I will have. Я буду это иметь. I will be. Я буду там. I will be there. Итак, will это своего рода такая вот если прищуриться даже можно увидеть какой-то гармошку фотоаппарата такого в профиль. То есть на штативе, да? То есть вот такой вот тоже стоит как наша сейчас камера. Значит, I will be. I will do. I will do. Ну, do и собственно мы можем сюда прибавить сколько угодно. Глаголов там. I will go, например. I will. То есть не говорите никогда I will do go. То есть зачем вам это нужно? То есть do это просто заменитель всех действий. Что бы мы ни делали, whatever we do, we do it all. Мы все это делаем. То есть go, I will see и так далее. Ну, will not, соответственно, я вам уже говорил, что это отрицательная частица. Она делает отрицательную форму. I will not be. Лучше сказать I won't be. То есть will прибавить not равно won't. Не говорите только won't, потому что это неправильно. Эл. Вот это буква эл. Как бы э-у. Почему? Потому что язык у вас всегда растянутся в стороны, когда вы говорите по-английски. Видите, речь меняется. Как бы мы ни старались губы свести в трубочку, когда у нас язык растянутся в стороны, у вас будет как раз аутентичный звук. Пытайтесь сказать оу, когда язык растянутся в стороны. И у вас получится как раз эл. Верн. 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 Плюс первая форма. И у нас готовое отрицание для будущего. Так что же происходит у нас в прошлом? Ну, например. Допустим, знаменитый поэт Александр Сергеевич Пушкин сказал, что напишет стихотворение в честь какой-нибудь женщин. Он сказал это о будущем. Его будущее так и осталось в будущем, но мы сейчас имеем другую точку обзора. И, соответственно, мы смотрим на ту ситуацию, где он говорил о будущем, как на тогдашнее будущее, а не теперешнее, актуальное номер один будущее. Будущее с актуальностью номер два, оно такое. Мы берем Уилл, который сам по себе является первой формой, и меняем его на его же вторую форму. Вот. Вам может показаться, да, в общем-то, это и не кажется, что Уилл можно как бы и сейчас поюзать, да, попользовать. То есть, если мы скажем, I would be happy, я был бы счастлив, то есть, ну, это бы. То есть, тут Уилл придерживает коней Уилл, когда вы хотите говорить, я не куплю этот утюг, а я бы купил этот утюг, если бы у меня убедили, что он стоит денег. И, соответственно, Уилл, это сама по себе вторая форма, но, допустим, кто-то сказал, допустим, he said, he said that he, он сказал, что он. He said that he, он сказал, видите, мы пометили сразу прошлое, то есть, мы уже попали в прошлое. Он сказал в прошлом о том, что он сделает оттуда, из прошлого. И вот из прошлого мы фонарик будущности и будем включать. He said that he would be there. Он сказал, что он будет там. He said that he would do that. То есть, если мы скажем, он будет там, просто он будет там. He will be there. А если он сказал в прошлом, то это наша опорная точка. То есть, мы здесь уже начали. То есть, он сказал в прошлом, что он сделает оттуда. Дуга такая в будущее устремляется, луч, да, из прошлого в будущее. Он сказал, что он что-то сделает. Например, если я сказал кому-то вчера, что я через 5 минут перезвоню, I said that I уже не will, а would call back in 5 minutes. Соответственно, если кто-то сказал о том, что он сделает, he said that he would do it. Will уже не считается. Will скоро портится продукт. И в прошлом превращается в will. То есть, would в прошлом, это тогдашний will. А еще потом я вам как-нибудь объясню, что делает would на предмет периодически совершающегося действия в прошлом. Допустим, I came, я пришел. Это разовое действие. А если мы скажем, я приходил сюда частенько, да, можем мы не повторять, там, frequently или often, мы можем сказать, I would come here when a child. Когда ребенок. То есть, я приходил сюда, я имел обыкновение что-то делать. I would come here. Вот. Но сейчас, посмотрите, тема нашего занятия будет какая? Из прошлого. Мы задаем будущее с помощью would. Соответственно, wouldn't, если форма отрицательная. Он сказал, что никуда не поедет. He said in the past that he wouldn't go somewhere. Что он не поедет там куда-то. Вот. She said that she wouldn't go anywhere. Она сказала, что никуда не поедет. He said that he wouldn't sign that paper. Она сказала, что не будет подписывать эту бумагу там и так далее. Вот такой вот простой урок, где will, наш сейчас, который актуальный will, от которого мы можем стрелы забрасывать в будущее, превращается в свою вторую форму would. Не только, когда нам надо сказать вместо я сделаю, я бы сделал, но и когда нам надо сказать я сделаю от прошлого. Или кто-то сделает от прошлого. То есть, прошлая ситуация, в ней уже камня на камне не осталось от настоящего. И вы видите, что do переходит в did, live, живу переходит в lived, жил в прошлом. И даже will, сам луч будущности, оттенок будущности, переходит в свою вторую форму would. Значит, he said that he would, he said that he wouldn't и так далее. Этому и будет посвящено наше сегодняшнее задание. Я его, конечно же, буду проверять. Проверять особенным способом. Вы уже, наверное, заметили, что я никогда не исправляю. Я только пишу, что это неправильно. А вы доводите, делайте такую вот доводку вашего понимания, вашей логики до существенного владения английским. Спасибо большое. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...